Даже несмотря на то, что купорос эффективен от грибка, иногда его применять нельзя. К примеру, при терапии грибка у маленьких детей, при беременности и лактации, при склонности к аллергиям и при наличии раны трещин на ногтях и коже, применение этого препарата будет неоправданным и опасным. Но в остальных случаях при соблюдении рецептуры и дозировки вы сможете очень быстро справиться с грибком. Если использовать купорос еще в первичной стадии болезни, тогда вам потребуется всего несколько дней на устранение проблемы. При первых симптомах надо смазать пораженный участок смесью купороса и воды. На один стакан воды надо взять буквально один грамм медного купороса, смочить в таком растворе ватный тампон и протереть пораженный участок кожи. Такое средство надо применять ежедневно на протяжении пяти дней и эффект не заставит себя долго ждать. При запущенной стадии грибка купорос можно использовать в составе комплексной терапии в качестве предварительной смеси для обработки ногтя перед нанесением противогрибковых препаратов. Для этого необходимо добавить половину чайной ложки на литр воды, добавить немного шампуня для волос в таз, парить ноги в таком горячем растворе в течение 10 минут. После чего тщательно вытереть ноги и нанести на пораженный участок ногтя и кожи крем против грибка. Сверху надеваем теплые носки и ложимся спать. С утра ноги нужно сполоснуть холодной водой, а вечером еще раз повторить процедуру. Повторять на протяжении 1-2 недель до полного избавления от проблемы.